ЛДЦ возвратился к обычному режиму работы. Хотите сделать массаж, пройти диагностическое исследование, получить консультацию специалистов или заняться фитнесом на воздухе, тогда вам в лечебно-диагностический центр. Как работает городская здравница в условиях пандемии и что изменилось за это лето, узнавала наша съемочная группа. Разметка на асфальте, термометрия и регистрация пациентов. Работа по правилам коронавирусного времени. Все для безопасности посетителей и медиков. А дальше вроде тоже помещение, те же специалисты, но как-то светлее и уютнее. Рядовой пациент сразу почувствует перемены. Несколько карантинных месяцев в лечебно-диагностическом центре шел ремонт. Пока строители реконструируют водное отделение, сотрудники центра сами клеили обои, белили потолки и красили стены. Косметический ремонт был проведен со всеми карантинными ограничениями, соблюдением всех норм, но тем не менее своими силами образовали хозяйственные группы. В то время, когда необходимо было находиться в простое, мы такого себе позволить не могли. И собрались те, кто мог, кто владел приемами ремонта. Сделали своими силами на всех четырех этажах косметический ремонт. Это позволило нам, конечно, и улучшить среду, более комфортно, более приятно стало заходить, но также позволило лучше соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. Лечебно-диагностический центр возвратился к обычному режиму работы – диагностика, водолечения, физиотерапия и консультации специалистов. Теперь доступны все процедуры, кроме ингаляции и УФО органов дыхания. С 8 часов до 18.00 расписана работа каждого кабинета. Строго ведется прием по записи, выдаются талоны для того, чтобы избежать очередей, избежать скопления людей. Записываются наши пациенты по телефону 2, 20, 30, уже знают их наизусть. И если у нас запись раньше была только к узким специалистами на диагностику, то сейчас запись абсолютно на все виды медицинской помощи ЛДЦ. Конечно, мы сейчас не можем принять тот объем пациентов, который принимали раньше. Это связано с тем, что после каждого пациента проводится ряд мероприятий санитарного характера. Также каждые два часа проводится проветривание и кварцевание. Особое внимание людям, перенесшим травмы, пережившим инфаркт или инсульт, детям и взрослым заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ограниченными возможностями здоровья. Зал ЛФК здесь занимаются с пациентами после травм. Коронавирус внес свои коррективы. Пациентов принимают немного меньше, ведь необходимы перерывы на обработку кабинетов, проветривание и кварцевание. Пациентов принимаем строго по записи. И каждые два часа у нас происходит кварцевание и проветривание, чтобы избежать столпотворения. И за каждым пациентом необходимо обработать инвентарь, с которым он работал. Поэтому все четко, строго по записи. Пройти электро- и светолечение, принять ванны и массаж, сделать анализы и тут же проконсультироваться почти у двух десятков специалистов. На квалифицированную помощь в Бендерском ЛДЦ могут рассчитывать все, кто готов следить за своим здоровьем. Недавно появилась и новая услуга – детский фитнес на свежем воздухе. Прекрасная возможность оздоровить ребенка во время каникул. Записаться можно в регистратуре ЛДЦ по телефону 2-20-30. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.